Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 ноября, у нас после морозов минус 28 наступило потепление, минус 18. Но всё равно зима, холодно. И вот сейчас буду продолжать говорить о сортах. Когда прочитала комментарии на канале, один мужчина написал, ну скоро вы будете трясти пачками и показывать, какие выбрали. Я улыбнулась, это точно. Пора уже трясти пачками, упаковками, показывать, какие я выбрала. Значит, эта тема у нас будет выбор сортов томатов. Не секрет, что от удачного выбора сортов, именно по региону и по всем факторам, которые я говорила, если выберете удачно, половина у вас урожая обеспечена. Но я напомню, в предыдущем видео я говорила, что зависит от многих основные, вот штук 5 факторов, которые игнорировать нельзя. Это в каком регионе вы живёте, потом куда будете высаживать, в теплицу или в открытый грунт. Потом про занятость, про вашу сколько вы можете время уделять своим томатам, много или мало. Про то, опытный вы огородник или начинающий. Если начинающий, то лучше много сложных сортов не брать. И про сорта. Сорта выбираем по своим предпочтениям. Я вот так немножко бегло уже рассказывала, что те, кто любит засолочные, они выбирают больше засолочных. Кто-то любит, не занимается засолкой, любит крупные, кто-то любит череп. Самое главное, учитывать свои предпочтения. Когда я показывала, что я вот такую груну купила семян и сказала, что не все я посею в этом году, я же их всё равно отсортировываю. Сейчас я расскажу, как я выбрала на этот год для себя семена, какие отсортировала и почему, по каким признакам. И вот как раз идём по всем этим пунктам. У меня сибирский регион и большинство томатов я выбираю, где написано или сибирская серия со снежинкой, вот здесь вот. Вот видите снежинка. Или с медведем, видите, вот здесь написано проверено Сибирью. Или испытано Сибирью, вот снежинкой. То есть, ещё раз, ну как на своём опыте я подтверждаю, что лучше всего высаживать те сорта, которые специально выведены для вашего региона, которые районированы для вас. Вот если я живу в сибирском регионе, значит я выбираю для Сибири. Но опять же, много регионов таких же холодных, как мой, и они подойдут и там. Не обязательно, что это сибирский регион. У нас полстраны холодных регионов отличаются только те, которые живут на юге. Так, первое. Сибирские я отбираю все. Потом, я люблю очень крупные. Я не люблю мелкие и не люблю черри, потому что их мало куда можно использовать. У нас дети все выросли, разъехались, живём вдвоём с мужем. И вот эти меленькие томаты, нас порадовать некого им, короче, так. Я люблю крупные. Значит, вот сюда из той большой кучи я отклала, отложила все крупные, все мясистые, вот которых у меня ещё нет новинки. Потом, я люблю, а не люблю, а вот последнее время, я уже говорила, немного изменилась у меня политика. И так, как я после выхода на пенсию, у меня высвободилось немного побольше свободного времени, я увлеклась зимним хранением. Потому что, объясняю, почему именно после выхода на пенсию. Когда человек работает, иногда и осенью некогда вот этой сортировкой заниматься, и зимой некогда там в подвале проверять, ходить, сортировать. На всё это нужно время. Чтобы сохранить томаты зимой, всё-таки нужно приложить немножко больше усилий, чем просто их законсервировать и всё. Поэтому, я хотела расширить, ну и в прошлом году уже выбирала, и в этом году я расширяю линейку тех томатов, которые пригодны для зимнего хранения. Вот я сейчас здесь сижу, а у меня до сих пор, я уже показывала, хранятся вот эта ракета жёлтая, банановые ножки всё ещё лежат. Хотя многие говорили, что они плохо хранятся, их становится кашей. Нет, они хранятся нормально, я попробовала, даже сладость у них появляется. Вот лампочки. Потом, на удивление, долежал до сих пор у меня огородный колдун. Это они у меня лежат дома, здесь в помещении. У меня часть лежит дома в прикомнатной температуре, часть лежит в подвале. И вот, я продолжаю сюда добавлять сорта. У меня увеличится в этом году количество вот этих томатов для зимнего хранения, и количество томатов засолочных, потому что это одно и то же. Я уже говорила, если написано на обороте, что имеет повышенное содержание сухих веществ, имеет плотную шкурку, очень идеально подходит для цельноплодного консервирования, значит он идеально подходит для зимнего хранения. Вот такие вот выбрала я сорта с той большой кучей. Потом. Ну и конечно, сюда же попали те сорта, которые не удались в прошлом году. Я вам говорила, что у меня дядя Стёпа получился какой-то не такой, как в описании. Получилась супермодель, недостаточно длинная, коротышка. Супер банан тоже получился вкусный, красивый, урожайный, но не такой длинный. Попробую второй раз. Если снова получится не такой длинный, ну значит он такой и есть. Значит вот эта вот картинка, она немного, наверное, фантазийная и вымышленная. Вы все знаете, что на картинках, вот на этих на фото, не всегда это реальные томаты. Иногда это вот такие вот, ну фантазийные картинки, на которых томаты и красивее изображены, ярче, блестящее, даже цвет иногда не тот. Вот попробуем. И, конечно, последний самый у нас, у меня пункт, это экзотика. Все экзотические, все необычные, все какие-то томаты, которых я ни разу не видела, не слышала. Это тоже изменение последнего года. Я уже говорила, что раньше иностранцев не пускала в свой огород. Теперь у меня огород международный. Даже из-за границы принимаю всякие эти вот редкие коллекционные сорта. И новинки экзотические, которые в магазине увижу, я тоже обязательно беру. Сейчас я быстро пройдусь по этой куче и расскажу, по каким признакам я вот эти томаты отобрала. Ну вот, я, конечно, подробно не смогу сейчас рассказать, их много. И картинки ближе сниму в отдельном видео, потому что на прошлой неделе я снимала уже это видео, хотела совместить. Я сначала так рассказала, потом вот сняла камеру, но слепить видеомонтажом не получилось, не совместилась. Видео и звуковая дорожка пришлось сегодня снимать все снова, все сначала, там я все испортила. Вы видите, я еще блогер-то такой начинающий, а видеомонтажер вообще никакой. Вот алтаечка выбрала, ну это ясно, что испытано в Сибири написано. Мне сам Бог велел выращивать этот сорт, потому что он алтаечка, я алтаечка, мы земляки. Афра-черри выбрала, потому что это экзотика. Добарао выбрала, потому что хочу собрать всю серию Добарао. У меня есть Добарао розовый, Добарао золотой. Вот попался Добарао оранжевый. Это, во-первых, и прекрасный засолочный сорт, он и хранится хорошо, он и урожайный, он и можно его и в теплице, и везде. Ну, сибирский сувенир выбрала, потому что он сибирский. Хочу попробовать его. Черный шоколад, потому что экзотика. Бизон черный, во-первых, потому что экзотика, а во-вторых, потому что по положительным отзывам своих зрителей, все комментарии, которые пишут люди про то, что хороший томат, или сладкий, или урожайный, я обязательно покупаю и проверяю. Вот арбузный, но это экзотика, и потому что у меня ни разу не было. Медовый. Медовый купила только потому, что у меня есть сорт медовый, но он желто-оранжевый, а это медовый, он розовый. Хотя тут, не знаю я, почему одинаковые делают названия, но вы уже, наверное, знаете, если вы несколько лет, ну, как, прозанимались огородом, вы знаете, что могут быть совершенно одинаковые названия, но абсолютно разные томаты. Дефир в шоколаде тоже экзотика, и у меня его ни разу не было. Вот бычье сердце золотое взяла, потому что я ни разу не видела такой томат. Бычье сердце, оно же известное, популярное, мы его выращиваем много десятилетий, но именно вот с золотой шапочкой, двухцветного золотого сердца, ни разу не видела, увидев в магазине такое бычье сердце необычное, я, конечно, купила. Бычий глаз, ну, признаюсь честно, бычий глаз взяла просто до комплекта. Он мелкий, но так как у меня есть бычий лоб, бычье сердце, вот не хватает только бычьего хвоста, вот бычий глаз. Хочу собрать всего быка в комплект. Так, вот это черри золотовласка под вопросом, может быть, посажу, может быть, нет. Хочу попробовать, в огороде обязательно места у меня не будет для этого, хочу попробовать в кашпо. Черный барон, тоже экзотический, и по положительным откликам зрителей, говорят, что очень хороший. Ну, краса Сибири, даже говорить нечего, потому что я все сибирские сорта пробую, большинство из них остаются. Вот мишка косолапый, это тоже по положительным откликам зрителей. Хочу собрать семью мишки косолапого, потому что он есть оранжевый, есть розовый. Он крупноплодный, говорят, очень сладкий, и говорят, что он очень выражаемый. Это мы проверим. Вот, малиновый рассвет взяла, потому что у меня есть малиновый закат. Ну, вот хочется собрать от заката до рассвета, чтобы были томаты. У меня есть закат, это рассвет. Ну, черная лакомка у меня есть, я ее выращивала. И, ну, так как семена получила от частного лица, я вот хочу посмотреть, посеять вот от официальной фирмы. Такая ли черная лакомка, или, может быть, иногда бывает, что они не совпадают. Денежный мешок. У меня есть денежное дерево, по описанию очень похоже на этот сорт, хочу проверить. Может быть, это один и тот же сорт, а может, какой-то новый, очень хороший. Вот, новосибирский засолочный, даже не слышала ни разу, скорее всего, это, наверное, новинка. Очень удачный сорт сибирских селекционеров. Так как я говорила, что хочу расширить линейку вот этих засолочных сортов для зимнего хранения, испытаю для зимнего хранения. Ну, вот, Марк, Пол, Ланг, груши какие-то зебровые такие. Конечно, из-за того, что экзотика. Супермодель, я говорила, из-за того, что она у меня не получилась в этом году. Кратышка, модель была с короткими ногами. Будем еще раз испытывать. Вот, мишка косолапый розовый, из-за того, что крупный, из-за того, что очень хорошие отклики. Сибирские бананы тоже. Он и для хранения указан, и для консервирования. Так, вот этот вот аппетитный. Это еще под вопросом пока что. Так, сосулька розовая. А, сосулька розовая. У меня была сосулька розовая. Кстати, несколько лет назад просто семена забыла собрать, и она у меня утерялась. Теперь хочу снова возобновить хороший. Есть сосулька у меня красная, будет сосулька розовая. Вот мармеладный. Это тоже для меня новинка. Крупноплодный. Очень хорошие о нем отзывы зрителей, других огородников. Говорят, что очень сладкий. Я же по-прежнему все еще ищу самый сладкий сорт томата. И когда я вот говорила, по каким признакам я, вот например, что для Сибири, чтобы они были или экзотические, или крупные, или засолочные, я забыла самое главное указать. Еще, про которых пишут, что самые сладкие, очень сладкие. Я их тоже обязательно беру на пробу. Может быть, это действительно будет самый сладкий. Вот царь трюфель очень хорошая рекомендация. Только поэтому взяла кнопка. Не знаю, буду высаживать или нет. Просто потому, что картинка красивая. Но знаю, что на красивую картинку купаться не стоит. Иногда, может быть, их вот собрали все в кучку, а на самом деле они не такие урожайные, не такие рясные. Но это пока не попробуешь, ты не проверишь. Потом еще. А, но это тоже под вопросом. Черри, может быть, буду садить, может быть, нет. Еще сюда же сибирский киви попал у меня. Такой вот, видите, в большой широкой пачке. Но это из-за того, что он экзотический, ни разу не было. Вот опять черри. Возможно, буду садить, возможно, нет. Все черрики под вопросом у меня. Потом. А, вот дядя Степа. Будет повторное испытание. В этом году у меня не получился. Вместо дяди Степы, который должен быть длинный, красный, получился томат перцевидной формы, розовый, прям малиновый. Очень урожайный, очень вкусный, но не дядя Степа. Потом вот банан желтый, который очень похож на банановые ноги. Также полосочками. Вот хочу сравнить. Некоторые люди пишут, что вот этот банан желтый, он очень похож, но намного лучше банановых ног. По вкусу превосходит. Ну и все. А эти я убрала, не буду. Это вот, конечно, только маленькая часть тех семян, которые я начала отсортировать. Потому что времени еще заняться семенами, если честно, нет. Я все занимаюсь заказами. И сегодня посмотрела. Отправка заказов идет намного интенсивнее, чем в прошлом году. Если в прошлом году к этому числу, у меня же все записано, было только 200 отправлено писем. В этом году уже 400. Так что не волнуйтесь, тот, кто расстраивается, что не получит семена. До весны еще очень много времени. Все у нас идет по плану. По крайней мере, у меня занимаюсь заказами добросовестно. Все свое свободное время. Так, что еще хотела сказать? А, и про освещение. Вы знаете, из-за того, что у меня нет профессионального освещения, возможно, качество видео сейчас зимних будет немножко похуже. Света не хватает. Но я ничего с этим сделать не могу, потому что зима, потому что солнца нет. Потому что нет у меня никаких вот этих каких-то вот есть такие фонарей. Никаких приспособлений. И еще хочу посоветовать тем, кто мне пишет. Я вот прочитала, когда позавчера девушка одна написала, вы бы лучше летом видео снимали и зимой монтировали и показывали, потому что на пальцах объясняете, не все понятно. Но для тех, кому непонятно, как я объясняю зимой на пальцах, я хочу дать свой совет в ответ, что зайдя на канал, вот перед тем, как писать такие, ну, как пожелания, вы посмотрите, у меня очень много летних видео, где показано не на пальцах, а на растениях, где все рассказано. И кому нужно, я не знаю, сколько там, у меня более тысячи, более тысячи, по-моему, видео уже выложено, а может даже больше, я не знаю, где там посмотреть. Если честно, не умею еще общаться с каналом, обращаться со своим каналом. Дело в том, что летних видео очень много. Кому интересно, вы заходите и смотрите. Летние видео чем хороши? Тем, что видно томат. Да, можно все посмотреть. Но зимние видео тоже хороши. Они хороши тем, что зимой можно спокойнее, пусть даже на пальцах, как-то вот так вот, как сурдопереводом, объяснить более подробно. Потому что летом для объяснения, особенно когда снимаю в теплице, вообще нет ни времени, ни условий. Такая жара, что работать там вообще невозможно. Ни с камерой, все запотевает. Так что хорошо и летом, и зимой. Хорошо давать советы. Но когда вот касается дела, то это не так все просто. Просто кому надо, смотрите зимние видео. Кому не надо, ждите лето. Или смотрите прошлогодние. Любой вопрос, который вы задаете, на каждый вопрос есть уже видео-версия. Поверьте мне, уже третий год подряд снимаю одно и то же. И все это есть. До свидания. Советы, конечно, я ваши все учитываю. Но иногда такие советы, что очень странно. Человек находится на моем канале, где море летних видео. И советуют мне. Вы бы лучше летом снимали. Ладно, слушаюсь, товарищ командир. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.